Строительство социальных объектов в следующем году будет увеличено в два раза. Это несколько школ и детских садов. На Макаренков, Дагомысином, Амайкове, Меретинки и Красной Поляне. Глава города возлагает большие надежды на нового руководителя муниципального казенного учреждения управления капитального строительства Семена Андриенко, который является заслуженным строителем Сочи. К тому же наш город вошел в федеральную программу по ремонту и строительству дорог. А это значит, что Сочи в течение пяти лет будет получать по одному миллиарду в год на эти цели. Мэр Сочи поставил задачу за это время привести в порядок трассы на побережье и в сельских зонах. По миллиарду в течение пяти лет даст возможность не только отремонтировать наши дороги, муниципальные в том числе и в селах, но и построить те дороги, которые сегодня находятся в гравийном исполнении. На планерке были подведены итоги работы муниципального водоканала за год. Во-первых, ликвидирован дефицит воды в центральном районе Сочи. Во-вторых, прекратились аварии на водоводе на улице Медовая. Восстановлена в полном объеме работа Бзугинских очистных сооружений. Принята инвестиционная программа и тарифы на подключение к сетям. Впервые введен тариф на техническую воду для сел. Такая же системная работа должна быть налажена в спецавтохозяйстве по уборке мусора, отметил мэр Сочи. К сожалению, жители, так радеющие за чистоту курорта, сами не спешат оплачивать вывоз мусора. Больше всего претензий к предпринимателям, которые не заключают договоры с Сахом. Одним словом, мусор еще есть, а денег на его вывоз нет. Брошенного мусора у нас очень много, то есть неабонированный. И на этот неабонированный мусор предусматривается дотация. Но все время решать эту проблему за счет бюджетных средств нельзя, говорит глава курорта. А значит, нужно усилить работу контрольных служб Саха и строже работать с неплательщиками. А тем временем Сочи строит планы на следующее лето. Планируется запустить чартерные круизные рейсы из Сочи в Турцию уже 1 июня. Договор между главами черноморских городов и техническими исполнителями планируется подписать в дни проведения Формулы-1.